так девочки всем привет мы в прямом эфире не очень удобно мне тут сидеть я двигалась поближе к интернету мы с вами в прямом эфире можете взять себе в напарнике чашечку кофе или чаю чтобы вам было не так скучно присоединяйтесь устраивайтесь поудобнее сегодня у меня в гостях будет магазин все связано так что эфир будет полезным и ну думаю что интересным сейчас буквально еще минутку подождем пусть побольше народу к нам присоединяться и будем начинать ну а для тех кто опоздает прямому эфиру обязательно будет сохранена запись так что сможете посмотреть потом в записи этот эфир так я хочу услышать видно меня слышно меня скажите пожалуйста все ли хорошо со связью напишите какие-нибудь знаки поставьте десяточки например в чат чтоб я видела что меня слышно хорошо и видно конечно задержка есть так тема нашего сегодняшнего эфира из чего связать паутинку все хорошо спасибо с чего связать паутинку а может быть даже и летнюю какую-то футболку десяточка и так я уговорила олю выделить нам немного времени для того чтобы помочь вам определиться с выбором пряжи для нашего будущего совместника итак план у нас на сегодня такой как можно больше мы должны узнать интересного о пряже мы с вами должны задавать много вопросов о ли пока она у нас будет тут на связи да и по ходу я также коротко расскажу о совместнике паутинка от факультета рукоделия что можно будет связать как будет проходить совместник и так далее надеюсь что долго вас мы не задержим постараемся все компактно и лаконично все выложить так кто за поднимите пожалуйста руки давайте помашем там какие-нибудь смайлики поприсылайте чтобы я видела что вы у меня тоже активничаете здесь в чате так итак давайте добавляю прямой эфир так оля пока не послала запрос олечка отправляя видела что ты здесь пригласила все получилось все девочки я представляю вам ольгу это владелица магазина все связано вы знаете это мой самый любимый магазин это такой душевный магазин в нем царит семейная такая атмосфера я обожаю девочки получать от вас подарки ой подарки посылки вот все так с любовью упакована всегда я вас люблю и очень рада что нашла вас на просторах интернета спасибо привет . сейчас оль буквально пару минут я обозначу нашу задачу на сегодня да и там уже микрофон в твои руки смотри как всегда у меня на совместники будет калькулятор по которому можно связать все что угодно и вот тут девчонки начинают теряться то есть изначально этот калькулятор продумывался для того чтобы создать паутинку я специально отдела свою паутинку вот по сути-то по этой форме можно связать все что угодно у нас на калькуляторе привязка будет только к форме изделия к силуэту к самому сейчас вот покажу у меня даже есть вот такой чертежик то есть мы вяжем снизу вверх по кругу без каких-либо швов тут мы немножечко переход делаем к рукавам и вывязываем рукава все изделие вяжется легко и просто то есть связать его можно в принципе из всего что уголь из всего что угодно из любой пряжи калькулятор рассчитает по образцу то что вам нужно так сказать так вот я думаю что многие возможно придут повязать и паутинки потому что изделие приятно носить изделие удобно носить если под какую-то зимнюю одежду надеваешь ты не чувствуешь там какой-то скованность да но при этом тебе очень тепло несмотря вот на эту вот и впереди у нас лето так что скорее всего кто-то захочет связать что-то летнее так вот оль посоветуй нам помоги разобраться сейчас подумаем вместе я покажу артикулы уже заранее посмотрела модель единственное что я считаю что пряжа должна быть очень легко драпирующийся если эта длина три четверти до или полный рукав если мы вяжем вот в таком разрезе то есть более короткий рукав то здесь можно брать и хлопок который менее пластичный и допустим вязать его платочной вязкой которая нам дает дополнительная пластичность полотна либо все-таки это должна быть какая-то такая пряжа которая очень легко драпируется но как вот допустим на тебе мохер мы вот в этом месте да в месте пройма рукава складки рукава мы не будем чувствовать вот этот наш объем ну и соответственно все равно если это какое-то легкое изделие то тоже мы должны здесь не чувствовать скованность в этом месте из-за того что у нас все-таки здесь типа рукав кимоно я так понимаю да больше рукав кимоно вот поэтому конечно я сейчас постараюсь показать из чего можно связать с акцентом на то что какая длина рукава то есть сейчас мы посмотрим хлопок посмотрим образцы его можно использовать на какую-то футболку да который который будет не очень длинный рукав остальное все можно в принципе вязать любые изделия и короткие и длинный рукав та пряжа которая позволяет нам связать пластичное легко драпирующийся полотно можно с легкостью использовать для твоей модели независимо с сезона да это можно связать и летнюю вещь и зиме демисезонную вот поэтому в принципе модель очень универсальная я думаю что многие свяжут себе не одно изделие на основании твоего мастер-класса но сейчас я перекрыть и ну про махеры тоже скажи потому что у меня на шелке и на полиамиде пока сейчас у меня на столе все по одному цвету но потом мы пройдемся просто по по артикулам я покажу уже палитру какая есть у нас магазине сейчас но давайте сейчас я переключаюсь и мы будем смотреть ну изначально так как этого у тебя все-таки задумывалось как пучинка из махера я конечно покажу махер на шелке вот цветовая полиция кажется легко можно вот такой ажур даже включить да с ажуром желание в принципе это изделие может быть целиком ажурное можно сделать допустим вверх ажурный типа кокетки там где рукав да начинается вот и рукав ажурный то здесь уже можно впереди поставить какую-то на планку ажурную по переду пусти то есть это уже фантазия ваша как говорится кто что хочет ну вот кит махер на шелке он конечно для паутинки просто идеален просто сотен для них вот образец этот у нас в одно сложение но здесь у нас так как ажур здесь спицы мы использовали три три с половиной если вы вяжете допустим хотите как у юли модель связать совсем-совсем в сеточку то мы конечно не рекомендуем вязать ажурой просто тогда лицевая гладь вот и этого будет достаточно для крупных спиц можно там на четверки четыре с половиной пять все зависит от того какой рыхлость полотна какой прозрачность полотна вы хотите получить а так конечно дропируется замечательно очень будет легкое изделие просто не еще примерную вилку расхода то есть все зависит от плотности если это ажур и более плотные спицы там все зависит от размера опять же вообще в принципе на паутинку стандартного размера идет от 90 до 130 грамм если там более хотите плотное полотно чтобы менее прозрачный эффект был там чуть будет побольше плотность вот но махер он очень экономичный особенно если это паутинка то можно рассчитывать на мой размер ушло по моему что-то грамм 70 что ли ну вот то есть у тебя достаточно плотность такая рыхлая поэтому да то есть здесь уже исходить нужное из плотности вязания но в среднем да там 90 грамм уходит всего если мы говорим о махере на полиамиде которые более дешевый артикул то здесь конечно чуть побольше будет расход он чуть потяжелее и он конечно не будет уже таким струящимся как махер на шелке но тоже очень хорошо драпируется на пластичные то есть здесь можно тоже использовать его вот этот артикул он у нас 750 метров длина нити если не ошибаюсь и его можно вязать тоже он начиная от четверки и выше очень комфортно дает полотно по артикулу мы пройдемся позже то есть я сейчас просто показываю из чего можно связать еще был вопрос сразу же по колкости нет у нас махеры махеры все очень мягкие те которые я сейчас вам рекомендую вот абсолютно не колючий особенно махер на шелке он очень нежный нежный ну и это тоже в принципе камахер артикул он тоже очень комфортный к телу это то что касается махеров цену я потом скажу есть вопросы по цене когда подойдем к стеллажу чтобы я показала вам уже все цвета артикулов тогда уже по цене если мы говорим о летнем изделие то первое что мне приходит на ум для такой для такого изделия это конечно жилен стопроцентный вот этот образец связан да связан конкретно прям вот паутинкой на спицах 4 при длине нити 320 метров можно вязать и крупнее спицами то есть это будет наподобие махера да паутинка но она будет уже летние тоже по расходу она будет очень минимально то есть наверное ну грамм 150 это максимум если вы будете вот так же рыхло рыхло вязать вот и здесь можно у нас в плен в двух длинных нитей 320 и 540 то здесь тоже можно варьировать длиной нити плотности полотна но по пластичности посмотрите какой он пластичный получается легкие струящийся эффект тоже красиво смотрятся ажуры если вы где-то и хотите их добавить ну и это будет мне кажется на лето идеальный вариант вот да лен у нас есть еще вот в такой сеточки тоже посмотрите как эффектно смотрится в полотне то есть можно связать какой-то сетка эту модель и носить ее с топиком с каким-то да шикарно вообще на лето будет тоже очень очень пластичный лен очень хорошего качества у нас он на шелковистый есть несколько артикулов которые длинно ворсовый коротководцевый лен то есть он немножко с под пушком но в основном лен вот такой гладкий шелковистый очень тактильно приятный и очень очень мягкое дает полотно то есть сейчас лен но колючий в нем тоже нет конечно нет он очень комфортно особенно в жару ли он вообще киноэстетик то есть он любит чтобы его помяли пожали он любит тепло тела то есть чем больше вы его носите чем больше вы его стираете тему с каждой стиркой с каждой ноской становится все мягче мягче то есть лучше а вот как в изделии оно будет мяться если вот посидел да то есть ткан или он он же обычно такое весь да бывает такое ульна но если вы его свяжите достаточно рыхло вот я сейчас заминаю если видно вам да практически нет заломов таких крупных чем рыхлее мы свяжем полотно тем оно будет пластичнее и тем меньше у нас будут заломы если это какой-то ажур или сетка так здесь вообще вот их нет совсем он очень хорошего качества шелковистый но и пока сейчас есть выбор цветов вот так что вот ли он вот именно на такую модель которую мы считаем паутинкой он будет идеален дальше уже мы исходим из того что если мы хотим вязать не паутинку а допустим какую-то футболку или блузку но летний летнего состава то конечно в первую очередь я рассматриваю шок стопроцентный он тоже шикарно драпируется он будет комфортный к телу из него конечно же паутинку мы не свяжем потому что шок достаточно туго для того чтобы он дал стабильное полотно но из-за того что он хорошо драпируется шок будет идеален то есть если это какой-то блузон какой-то джемпер летний то очень красиво будет из шелка вот эта модель смотреться а вот то что мы будем вязать по кругу почти всю тушку вот тут никакой косины не получится нет нет у нас не лен не косит ни шелк не косит те артикулы которые у нас дают косину мы сразу обращаем на внимание покупателей рекомендуем какие-то другие там приемы либо ажур либо какие-то теневые эффекты этот шелк абсолютно не косит ну не только этот но и другие вот это у нас шелк идет вспушенный на ниточке мальдерис то есть он достаточно легкий в полотне есть также шелк шатунг это дикий шелк да шатунг тоже очень красиво вот допустим заменить тот же ту же самую паутинку каким-то ажуром сетки да то есть на шелке это тоже будет очень красиво и эффектно смотреться но единственное что спицы нужно подбирать конечно и плотность вязания у шелка на максимальную плотную да для того чтобы потом у нас полотно было стабильно а по тактильным ощущениям конечно это непередаваемо то он очень и очень тактильно приятный мягкий и очень легко драпируется тоже будет вообще просто восхитительная вещь эксклюзивная если вы выберете допустим шелк и вместо того чтобы вязать просто паутинку ну и за увеличение диаметра спицы вы выберите какой-то ажур сеткой да замените его именно на ажур этот эффект то получится восхитительный мне кажется вариант вот но и к более тяжелым если мы перейдем артикулам это смесовки уже хлопок шелком вот в данном случае я уже рекомендую рукав не больше чем вот короткий как потому что здесь вот если мы посмотрим у нас уже получается достаточно плотно несмотря на то что сама полотно то не толстая получается но он вот хорошо драпируется но дает вот такую весомую уже складку да и я думаю что под рукавом будет не очень комфортно в этом случае поэтому здесь именно короткий рукав то есть любые смесовки с хлопком стопроцентный хлопок это на футболке с коротким рукавом этот артикул от у нас хлопок с буретным шелком вот он хорош можно вот такие какие-нибудь дырочки сделать опять же вместо сетки да здесь уже включить фантазию и на основе силуэта который вы выбрали просто к пряже подобрать какой-нибудь ажур допустим ну и длину рукава соответственно если еще есть у нас неплохой артикул под эту модель лен с буретным шелком но опять же здесь я рекомендую только с коротким рукавом вещь потому что все таки под проймы будет не очень комфортно так очень хороший артикул на лето и я думаю что если это будет футболка с коротким рукавом и за того что здесь присутствует шелк полотно струящиеся да то есть вот этот момент который у тебя все-таки присутствует модель именно струящийся к низу полотно чтобы это красиво смотрелось лодочка вот это чтобы она у нас форму до лодочки чтобы красиво ложилась вот те артикулы которых присутствует шелк они будут очень хорошо смотреться если мы говорим о стопроцентном хлопки то здесь конечно опять же я рекомендую короткий рукав если вязать опять же каким-то легким ажуром то достаточно пластичное полотно получается вот этот образец мы вязали в одно сложение на спицах номер три вот и можно также какую-нибудь сеточку вязать можно ажурчик вязать вот мы с тобой по моему смотрели модель которая связана платочной вязкой да 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 показывала мне модели приготовила как раз там такая модель что-то типа кимоно и такие широкие рукава загнули вязкой связана да вот платочная вязка для хлопка тоже очень и для этой модели она будет очень хороша тем что в платочной вязке полотно становится намного пластичней чем в лицевой глади то есть она у нас будет хорошо драпироваться и я думаю что тоже вот этот вариант будет очень кстати ну вот ну и тоже вот эта смесовка у нас хлопок меринос шелк я ее тоже приготовила для того чтобы показать здесь тоже достаточно пластичное полотно видите как складывается хорошо вот то есть из него тоже можно будет это уже более демисезонный вариант потому что здесь нас 30 процентов мериноса в составе тоненькая ниточка можно варьировать толщину полотна сложениями нити и добиваться эффекта такого который вам нужен в полотне давайте сейчас я отвечу на вопросы и мы пройдем тогда по стеллажам уже посмотрим по цветам и по ценам если есть какие-то вопросы задавайте если нет то можем уже дальше прогулку тогда по полкам вопросов я пока не видела так давайте пишите если возникли по ходу вопросы у вас я еще могу сейчас например пока ты будешь переходить к своим полкам показали и вернуть камеру и показать вот те модельки которые я подбирала для вот так просто чисто перейдя в интернет до нашла чтобы показать что-то вот видите вот тоже такая же что-то типа футболки поверху пущен ажурчик вниз просто лицевая гладь вот эту вот футболку я выбрала из-за того что здесь вязка очень оригинальная но здесь тут такое надо придумать списовку тут какие-то и вспушенные нитки то есть несколько рядов тут плотной лицевой вязочки а потом вот тут спущенные петли вот если не смотреть на вот этот вот на эту горловину да то в принципе можно что-то такое тоже перенять и вот применить вот по-моему тут связано что-то из какой-то ленты а ленточки вот девочки знаменитые вот эти вот кученели с пайетками это все тоже такой же формы у нас вот тут футболочка вот это кстати тут не очень фотография то есть здесь длинный рукав идет да ну наверное все видели уже такие то есть у меня вот эта схемочка есть если хотите можете даже вот такое себе вязать вот вот такой вот такая форма правда здесь связано поперек то есть от рукава к рукаву мы с вами будем вязать наоборот ну то есть примерно фото я показываю вот такой вариант на основной части у нас идет ажурчик здесь просто платочная вязка вот пущен ажур видно нет вот ведь и посерединочки ажур а здесь что-то типа лицевая изнаночная или по 2 вот детская моделька видите то есть нет нигде швов один в один та же самая модель собрали все нитки в доме которые есть поярче пожалуйста мальчишкам или девчонкам вот таких футболок с длинным рукавом навязали но вот это вот из махера такая достаточно плотненькая кофточка уже не совсем паутинка вот я вязала вот это по моему шнурок шелковый и внутри вкрапления такие разноцветные вот я себе вязала тоже по этой же форме точно такая же такое же изделие здесь короткий рукавчик у меня вот так вот она выглядит ну это сама уже паутиночка вот тут похер не помню с мериносом по моему давненько уже не смотрел эту пряжу вот она поплотнее видите выглядит хотя тоже связано такими же толстенькими спицами ну все переворачиваюсь да ну вот сейчас мы пройдемся по полкам я покажу вам какие расцветки есть это кит махер на шелке он идет у нас 850 метров длина нити тут по стоимости 1660 за 100 грамм это то что касается махера на шелке махер на полиамиде ну вот сейчас уже особо выбрать цветов нет потому что быстро все разбирают вот здесь у нас и тысячные длина нити есть тысячи метров 750 вот этот который образец я вам показывала и да и тысячи тоже вот супер кит вот эко махер который вам рекомендовала он идет 750 метров по составу здесь 72 процента кит махера и 28 процентов полиамида и по стоимости он 696 рублей за 100 грамм то есть стоимость изделия конечно в пределах 1000 рублей получается вот отойду подальше чтобы было видно цвета вот этот тот махер который я вам рекомендую на эту модель потому что другой махер у нас длинно ворсовый и он не подойдет сюда дальше пойдем смотреть с вами лен вот смотри сразу вопрос пока ты идешь подойдет ли лен для легкого летнего кардигана да конечно изо льна вяжут все что угодно начиная от аксессуаров палантинов и платья и кардиган и все что угодно то есть вот это вот у нас лен 4 полки лен у нас идет весь по 380 рублей за 100 грамм но длина нити разная то есть вот эти вот две полки это лен который у нас пятьсот сорок метров длина нити вот если в два сложения вязать то получается вот такое вот полотно здесь спицы можно использовать три с половиной четыре тоже очень очень мягкие пластичный да такой простенький узор тик но это вот это какой лиловый обалденный дали он который тоненький вот ниже две полки образцы я вам показывала ты сеточка и вот такой ажур листиками и сетка да этот ли он у нас уже идет толщине нити там где-то 320 где-то 340 но в общей сложности вот его можно вязать в одно сложение и можно просто на крупных спицах делать сетку можно использовать какой-то ажур сеточкой дальше перейдем к шелку этот оранжевый это он в двух цветах коричневый и оранжевый это артикул world silk стопроцентный шелк он тонкий его мы вязали в четыре сложения на спицах номер три три с половиной также можно использовать шелк туса его в одно сложение можно на троечке вязать спушенный шелк туса тоже в принципе можно вот такая будет вещь немножко интересная по фактуре вот этот шелк голубой я вам показывала шатунг тоже сеточкой можно вязать он по 670 рублей 500 метров длина нити хлопок с шелком что еще ну вот шелк мальбери я бы наверное не знаю хотя тоже можно наверное он очень струящий пластичный в принципе он легкий чем удобен этот артикул он идет уже в хорошей крутки где на нити здесь у нас 320 метров и его можно вязать в одно сложение на троечке очень красивые цвета только оливковый и серебристый серый он по 690 рублей за 100 грамм но по расходу он тоже будет не тяжелый в принципе шелк легкий вот этот хотя струящийся эффект будет красиво если будет хороший оверсайз то есть если будет широкое изделие то он красиво будет арпироваться вот этот артикул светолина которая вам показывала да ли он с буретным шелком он идет длина нити 350 метров здесь у нас 50 на 50 лен и буретный шелк по цене он 660 рублей за 100 грамм ну и хлопок сейчас отойду подальше потому что не помещается вся палитра вот так то есть вот этот вот стеллаж который перед вами это все стопроцентный хлопок его можно вязать в одно сложение на спицах 3 образец который я показывал связанной платочной вязкой он связан в два сложения но это прям вот для таких знаете тяжелых джемперов кто любит хлопковые вот такие вещи тяжелые которые будут являться всесезонными в принципе да потому что будет такой достаточно плотный как кольчушка немножко да 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 вот ну в общем вот это все что я бы рекомендовала на эту вещь по метражу хлопок 350 метров и цена 340 рублей за 100 грамм вот если есть какие-то еще вопросы задавайте девчонки пишите вопросики так но из того что мне приходило из вопросов слушай оль вот как ты думаешь примерно рассчитываем на то что совместник начнется 9 числа то есть я думаю что если быстро сделать заказ посылочка дойдет мне кажется в любую точку россии да как да мы отправляем в принципе в день оплаты но собираем запас отправляем на следующий день вот я подтверждаю вас все очень быстро происходит подтверждаем мы мы не копим заказы то есть мы подтверждаем обрабатываем заказ в день поступления если в этот день поступила оплата мы сразу собираем и отправляем на следующий день что какая-нибудь фантазийная пряжа есть чтобы вот просто лицевой гладью вязать да и что там интересненького было у меня вот этот шнурок нет сейчас ничего нет сейчас вот из фантазийных ничего нет фактурная только буретный шелк ну да ты показал кстати эти образцы вот эти вот вкрапления не вкрапления утолщение да но оригинально смотрится тоже да его можно вязать просто лицевым в лицевой глади он эффектно смотрится в полотне за счет своей фактуры это так сейчас в принципе смесовки мешают там из чего угодно а хочу сейчас еще показать вам ленточный хлопок до ленту еще вот я не долистала слушай до этой модельки то с лентами сейчас прям покажу мне кажется она из ленты связано вот посмотрите ленту чем можно облегчить ленту можно облегчить узором из вытянутых петель потому что конечно ленточный хлопок он ну вот до модели она просто связана очень очень рыхло на крупных тем как и так да но можно допустим не всю модель вязать вот так как там а можно вставлять вот эти дорожки из вытянутых петель и полотно будет и легче и пластичный да и эффектно будет смотреться вот ленточный хлопок я вот прям на эту модель запала что то есть из цветов то из оттенков ну вот все что есть и вот тут есть а из светлого белый белый есть нет белого нет кипельно-белого нет розовый серый ну вот пудра розовый голубой салат желтенький все что есть ленточный еще есть хлопок с шелком красивый вот в таком цвете остался вот он тоже очень красивая да пластичная пластичность очень похожи да очень пластичная за счет шелка но прям драпируется очень очень хорошо тоже можно облегчить каким-нибудь узором из вытянутых петель его ну в общем да вот или так как вот в той модели где вспушенная это какая-то нитка была говорю мне понравилась она по форме такая можно в общем но на все равно отвязывать образцы смотреть как это будет да конечно в любом случае когда уже мы видим одно когда начинаем вязать мы чувствуем совсем другое что может быть здесь где-то что-то нужно либо плотность поменять либо же саму идея модели добавить что-то может быть ажур поэтому все это приходит уже с на моменте отвязывания образца я думаю конечно идея в общем то складывается в голове но когда начинаешь уже вязать образец то понимаешь что хотел бы да что и что хорошо будет из этой пряжи как-то есть ленточный сильно перекручивается привязки что делать ну видимо с подставки да вязать подставки но кстати это не портит чтобы нитка него так уходила да 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 а шла прям до но она все равно будет за счет того что спица делает обвитие все равно вы прям вот ровно ровно ничего не у вас не будет но эти перекручивания не портит абсолютно полотно вот мы все образцы вязали обычным способом без всякого там без всякой подставки да и то есть подача к верху да да ну да так что после вто все равно как бы все это нивелируется расправляется и никаких этих особо перекрутов не будет видно так девчонки ну что еще у кого-то вопросы есть или мы будем отпускать олю очень много пряжи показала ты и столько всего интересного я знаю слышала тебя что это новая поставочка больше что ждете там ну вот ждем в основном летний конечно снесовки там будет лен с бамбуком и бамбук шелком и хлопок шелком будет хлопок с кашемиром то есть все уже в основном идет лето будет немножко льна с пайетками очень красивый едет и кашемир с пайетками так что ждем скоро машина приедет у нас олечка можно еще попрошайничать чуть-чуть для делать и какой-нибудь промокод ты нам пообещаешь да я тебе скину юль тогда в группу максимум сейчас в данной ситуации для того чтобы сдержать цены мы можем дать пять процентов скидку при покупке да если вы участвуете совместники то юля тогда вам даст промокод на скидку вот как купить вопрос можете присоединиться к нашим группам либо вк либо в инстаграм там есть ссылки на сайт но юля тоже даст там потом даст ссылочку на наш сайт на нашу группу я буду выкладывать во все соцсети это видео в общем я теперь не знаю где находиться куда-то разбежался в такой же ситуации поэтому все заказы у нас оформляются только через официальный сайт мы не принимаем ни в директ не в переписке все заказы официально проводятся через сайт вот и как там можно организовать личный кабинет на сайте отслеживается и заказа официально проходит через сайт все заказы спасибо за такой подробный и спасибо за промокод для девчонок я надеюсь что им теперь будет намного легче определить всем удачи в проекте вот я надеюсь что у вас все получится и на основе этой выкройки можно связать действительно универсальные модели и зимние летние поэтому экспериментируйте дерзайте если нужна будет консультация какая-то дополнительная об обряжи можете всегда обращаться к нам мы всегда отвечаем на вопросы отсылаем дополнительные фотографии видео образцов вот поэтому добро пожаловать это я подтверждаю очень внимательно к своим клиентам вот поэтому всем будем рады успехов до творческих спасибо олечка за все там где-то наверху крестик мы тебя отпускаем девчонки не разбегайтесь еще пару слов скажу вам про будущий совместник что мы будем вязать все олечка ушла от нас так смотрите напоследок я вам расскажу еще о совместнике то есть как всегда я дам вам калькулятор ну вы уже поняли в принципе по которому можно связать все что угодно то есть вот сейчас у вас есть время подбора пряжи придумывание каких-то где магазин находится девочки где буду выкладывать вот это видео с записью везде будет ссылочка на магазин а вообще есть у них живой магазин в питере они могу и адрес написать так вот значит конечно же ждет участников совместника огромное количество видео уроков такая модель вяжется очень просто для новичков если это будет вообще просто находка то есть мы вяжем по кругу сами понимаете лицевая кладь по кругу это одни лицевые петли вот мы вяжем 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 довязали вот до сюда и вот здесь уже начинаются какие-то отклонения да тут уже поворотное вязание в общем все в уроках очень подробно у меня рассказано и показано то есть не растеряйтесь не как сказать не в общем поймете сразу как все вяжется если вдруг возникнут какие-то вопросы я буду всегда на связи в закрытом чате мы с вами будем общаться мы будем вместе подбирать модельку вместе обсуждать из каких ниток что лучше связать какую лучше обработку сделать если вдруг это от отличается то есть если вы не паутинку выберите мы с вами обсудим все модельки в телеграм-канале совместник будет проходить и там буду каждый день выкладывать уроки доступ к этому телеграм-каналу у вас остается навсегда то есть если вы сами оттуда не выйдете вы в любой момент сможете вернуться к этим урокам и повторить их взять свой калькулятор посчитать какое-то другое изделие еще 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 раз его связать так даже если какие-то вопросы возникают обычно у девчонок я тут же беру камеру и снимаю им ответ чтобы это было видно не просто так отписаться какой-то там ответ дать и я всегда стараюсь достучаться до вас до вашего понимания так мы с вами поговорили сейчас о пряже вот еще бы я хотела обратить внимание на спицы то есть спицы ну понятно если мы будем вязать какую-то модельку то есть из льна из хлопка вы будете подбирать пряжу спицы естественно под пряжу и как всегда два размера спиц у вас должно быть то есть одним вяжем основное полотно на размер или на два размера спицы поменьше для обработки края вот но если вы будете вязать все-таки паутинку то я вам тут отдельно хочу показать спицы которыми ее будет вязать потому что махер вязать на обыкновенных спицах особенно на металлических будет очень сложно я первую паутинку вязала на металлических спицах но такое удовольствие вот а вот на этих спицах будет вязать просто и легко сейчас покажу и объясню почему это у нас спицы прим эргономикс вот такая вот коробочка вот это у меня десятка восьмерка еще есть то есть для вот эту паутинку я вязала на восьмом номере вот вот такие петельки получаются и смотрите чем хороши эти спицы у них вот здесь на краю вот такая вот пимпочка то есть если вы на обыкновенной спицы с тонким вот этим кончиком с простым потерять петлю очень просто до 5 раз и слетела а тут подхватили она вот тут нажила бочки и уже никуда не слетает дальше вот здесь идет утолщение на котором формируется высота петли и далее сама спица видите она тут тоньше она переходит в треугольную и вот здесь вот уже тоньше то есть ваши петли сформированные вот здесь вот тут двигаются очень легко и просто здесь идеальное соединение они продвигаются с легкостью туда-сюда и если они у вас уже проскочили вот за вот это утолщение то уже никуда не денутся и уже не упадут совсем никогда а вот с металлическими спицами будет сложно они тяжелые и вот из этих воздушных невесомых петель они так и норовят выскочить поэтому я не рекомендую вам выбирать для проекта металлические спицы подберите для себя либо вот такие найдите кстати они бывают ну по крайней мере раньше были на озоне и на вал берез поищите там и если вдруг у вас не получится найти такие то выбирайте хотя бы деревянные или бамбуковые не металлические вот это такое отступление немножечко чтобы вас предупредить если вы вдруг у меня все-таки будете паутинку связать потому что много было вопросов именно про паутинку что у вас нет до сих пор паутинки паутинка актуально паутинка очень удобно в носке и приятно я сейчас сижу и кайфую вроде бы как будто совсем там такие дырки да как будто должно быть холодно на самом деле она как вторая кожа приятно очень так дальше про совместник так сейчас совместник находится в процессе подготовки пока озвучивать не буду ни цену не еще какие-то моменты то есть в понедельник будет для вас вся информация по нему так что следите за выходом каких-то публикаций на моих страничках моих соц сетях и не пропустите начало продаж почему потому что обращая ваше внимание на то что в начале продаж будет цена со скидкой постепенно эта скидка начнет растворяться то есть в конце продаж уже к началу совместника цена уже будет полная и и самых шустрых в понедельник ждет промокод на очень большую скидку то есть промокодов этих будет ограниченное количество кто успеет тот успеет так что не пропустите начало объявление про старт совместника да будьте начеку именно в понедельник следите за всеми моими публикациями ну что ж я заканчиваю наш прямой эфир если у вас больше нет вопросов следите за моими соц сетями сейчас еще раз проверю где магазин находится это я сказала я напишу еще пока я тут смотрю можете написать вопросики своим как я вопросики видела вот ну наверное тогда будем заканчивать всем пока пока следите за моими соц сетями и встретимся уже на совместнике спасибо в москве магазина нет нет у них магазина в москве нет а они у них интернет магазин и как это называется не помню в общем есть физический магазин в питере все пока пока